Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, муж в порыве гнева, ссори, крикнул, если я захочу тебе изменить, ты об этом никогда не узнаешь. Здесь нужно сразу сделать акцент на том, что это состояние аффекта у человека. И находясь в состоянии аффекта, мужчина и вообще любой человек, как правило, не отдают себе отсчета в том, что они говорят, как они говорят, зачем они говорят и так далее. То есть не нужно, не следует именно в этих словах, в том, что человек сказал в состоянии аффекта, значит, искать какой-то смысл, потаенный смысл поведения человека. Потому что, как бы, ну, не отдавая себе отсчет в том, что он делает, человек может говорить многие вещи, о которых потом, конечно же, будет жалеть. В счетом вашей истории, которую вы описываете ниже, я могу сделать вывод, что у мужчины как бы есть, вот, опыт подобного поведения, да. И для него это уже перейденная черта, то, что он ее перешел, он изменял, когда был в браке, и, соответственно, для него это реакция, для него это поведение, оно не то, чтобы нормальное, оно для него возможно. Но возможность этого поведения, сама по себе, возможность этого поведения, ни в коем случае не означает того факта, что он обязательно это сделает. Далее. Я это поняла так, как оно прозвучало. Вот для таких слов хочу развестись. Ну, нет, я думаю, что ваш контекст, то есть контекст, в котором вы поняли его соотшение, контекст, в котором вы увидели его слова, обусловлен вашими собственными страхами, обусловлен вашими собственными переживаниями, обусловлен вашими собственными конфликтами и противоречиями. Я полагаю, что у вас либо пропало доверие после каких-то обстоятельств в вашей жизни, либо доверия никогда не было, но вы с ним мирились с тем, что доверия нет. И вот сейчас произошла такая ситуация, что отсутствие доверия достигло своей такой критической точки, критического начисления. И вы просто испытали на себе последствия того, что раньше не было между вами проговорено, разрешено и так далее. То есть я хочу сказать, что в контексте, в котором вы это поняли, и в контексте, в котором он это сказал, нужно разбираться. Далее, значит, после таких слов хочу развестись. Ну, опять же, это ваше право. То есть если вы хотите развестись, это ваше право, вас никто в этом ограничивать не может. Другое дело в том, чем ваше желание обусловлено, над чем оно основывается. Вот это вот, пожалуй, самое главное. Самое важное. После, значит, так. Замечали за мудшим интерес к другим женщинам, а измены терпеть желания нет. Ну, здесь согласен. Если вы замечали за мудшим интерес к другим женщинам, то это не только его ответственность, но это еще и ваша ответственность. То есть я имею в виду, что, значит, мужчина чем-то не удовлетворен. Мужчине чего-то не хватает. И вам нужно понять, что он ищет других женщин, ведь выбрал же в качестве жены он вас. Что он ищет других женщин, для чего он проявляет к ним интерес, с какого рода это интерес, и постараться удовлетворить потребности мужчины. И вот только тогда, если он все равно будет проявлять интерес к ним, можно говорить о том, что возможны измены. И эти самые измены вам, естественно, терпеть не нужно. А то получается так, что вы за мудшим замечали интерес к другим женщинам, какое-то время это принимали, пока вот он в ссоре не крикнул, что если захочет вам изменить, то вы об этом не узнаете. И все, вот это постараться превратилось в такой вот единый фундамент для ваших аргументов в пользу развода. Ну, правда, это немного спонтанно выглядит. Далее, проще тогда одной жить. Ну, вы знаете, проще не значит лучше, а вот почему вы выбрали такого мужчину, который, как вы говорите, в прошлом браке изменялся своей жене, да? Это вопрос. Рекомендуйте, пожалуйста, как спокойно выйти из такой семейной жизни, чтобы потом не винить себя. Выйти из такой семейной жизни – это, честно, вопрос, он, мне кажется, некорректно поводу. То есть, спокойно выйти из такой семейной жизни – это значит, как избежать такой семейной жизни? Но ведь вы, как я уже сказал, выбрали себе именно такого мужчину, и если вы выбрали себе именно такого мужчину, то ваш выбор был чем-то обусловлен. И возникает вопрос тогда, если ваш выбор был чем-то обусловлен, и если ваш выбор, ну, это серьезный выбор, то мужчина что, перестал быть тем, кого вы выбрали? У него перестали быть те достоинства, те плюсы, за которые вы к нему проникли с симпатией, там, и захотели стать его женой? Непонятно. Далее, значит, он сказал, что никогда не узнаю, значит, настрой на скрытые отношения. Нет, он не настроен на скрытые отношения, он мог совершенно спокойно это сказать о том, в том контексте, что вы зря обращаете внимание на какие-то его проявления интересов к женщинам, потому что они ничего не значат. Если он захочет вам изменить, вы об этом не знаете, то есть вы обращаете внимание на то, что за поверхностью, и не замечаете того, что он на более глубоком, на более интимном уровне находится. Вот что я имел в виду мужчина, а не то, что он настроен на скрытые отношения. Здесь, я полагаю, вы проектируете на него свою неуверенность в себе, то есть вы неуверенны в себе. Далее, опыт измена у него есть в прошлом браке с постоянной любовницей, но об этом я уже говорил, то есть если у него есть опыт измена, и вы это знаете, то ваш выбор мужчины чем обусловлены? Смотрите, предположим, что вы покорили его своей исключительностью, своей исключительностью, своей неповторимостью и так далее. Ладно, но вы же на что-то рассчитывали, когда вы ходили за него замуж, вы же чего-то ожидали, какие-то ожидания у вас были, видим, если говорить «да» о том, что у него измены были, опыт измены. Вопрос в том, чего вы ожидали, и чего вы хотели, и чем было обусловлено ваше ожидание от мужа какого-либо поведения. Значит, причина ссоры, пишите вы, я преливновал, он который раз начал флиртовать с другой, при мне. Ага, я с вами согласен, что флирт это неприятно. Но давайте подумаем, чем обусловлено желание мужчины флиртовать с другой женщиной, при вас. Может быть, он специально пытается вызвать у вас ревность, чтобы увидеть, что он вам не безразличен, например. Потому что, если мужчина изменял в прошлом браке, то, как минимум, он не чувствовал себя мужчиной своей женщиной. Значит, он не может чувствовать себя мужчиной сам по себе, а значит, флирт ему нужен именно для того, чтобы почувствовать себя мужчиной. А это значит, что он в себе не уверен, а это значит, что он не уверен в том, как вы к нему относитесь. Насколько вы хорошо к нему относитесь, насколько вы искренне к нему относитесь. И ваша ревность выглядит, с одной стороны, как ответ на его такое вот незрелое детское поведение. С другой стороны, выглядит как желаемый результат, но при этом более такой, знаете, возможно, назойливый. Более назойливый, чем то, что ожидал мужчина. Вот. Я полагаю, что если вы уверены в себе, если вы уверены в себе, если вы любите себя, уважаете себя, цените себя и любите своего мужчину, то ревность вы испытывать от флирта его с другой женщиной не будете, потому что, во-первых, вы знаете, что вы самая красивая, самая прекрасная и так далее. Во-вторых, вы знаете, что мужчина выбрал вас, и он ваш муж. В-третьих, если он изменял, или если он начал изменять, то он рано или поздно проявит это. И вы узнаете, что мужчина всегда узнает, что мужчина изменяет ей всегда. И это будет означать выбор этого мужчины, и это будет, в свою очередь, означать, что он с вами несчастлив, он счастлив в другой, и вы, например, вынуждены будете его отпустить, потому что вы его любите и хотите для него счастья. Вот так. Это в норме. Но если вы не уверены в себе, если вы чего-то боитесь, если вы испытываете на себе действия каких-либо противоречий, конфликтов, страхов и так далее, то, естественно, у вас возникла ревность. То есть, ревнуя, вы давите на мужчину, и мужчина, испытывая давление, пытается освободиться от него, показать вам, что он свободен, и говоря вот эту фразу, которая вас так зацепила. То есть, знаете как, у меня не приезжает ощущение, что вы слишком близко к сердцу восприняли то, что он вам сказал. То есть, да, это неприятно, безусловно, но контекст, который он вам сказал, очень важен. И если у вас была ссора, то, естественно, в ссоре можно сказать все что угодно. Вопрос в другом. Почему вы допускаете эти ссоры? Почему вы вступаете в ссоры? Почему вы не разговариваете спокойно? Что именно вас задевает и почему? Допустим, мужчина действительно проявляет интерес к другим женщинам. Но если вы себя уважаете, опять же, если вы себя любите, опять же, то вы просто можете сказать ему, дорогой, ты можешь делать все что угодно, но для меня это неприемлемо, прости. Но, правда, возникает вопрос, опять же, о выборе. То есть, вы же выбрали его, вы же чего-то ожидали от него, вы же рассчитывали на что-то. Ну вот, как бы вот это вот нужно скоординировать, да, ваш выбор и ваше поведение. То есть, вы говорите ему, прости, дорогой, меня это неприемлемо, если вы уверены в себе. Если вы его любите, то вы понимаете, что он это делает, ему так хорошо, он тщатлив. Но вы сначала стараетесь понять, почему он так делает. И пытаетесь его потребности удовлетворить. Я уже говорил, если не получается, то вы просто его отпускаете, говоря ему о том, что прости, дорогой, и я вижу, что я не делаю тебя счастливым, поэтому я решаю с тобой расстаться, ну, потому что я вижу, ты сплетуешь с другими, значит, я не даю тебе всего, что тебе нужно, а мне это неприятно. Вот так. И непонятно, зачем вы ссорите. Ссора – это, по сути, перенос. То есть, мужчина на вас переносит свои какие-то переживания, например, может быть, чувство вины за то, что он делал. А вы на него переносите свою неуверенность. И в итоге получается ссора. Поэтому вам нужно взять ответственность за себя. Подумать, как вы относитесь к себе, как вы относитесь к мужчине. Сделали ли вы все, что можно для того, чтобы он так себя не вел, не вел, да? То есть, не принижал вас. И если да, то просто отпустите его. То есть, если вы говорите, как спокойно выйти из такой семейной жизни, то вот ответ на ваш вопрос. Если вы, значит, любите его, если вы уважаете себя, то вы говорите им, что, дорогой, я вижу, что я не делаю тебя счастливой, я пыталась, но не смогла. И поэтому я тебе это скажу. Либо, если вы любите больше себя, а к нему любви не чувствуете, то вы можете сказать, что, дорогой, прости, для меня это неприемлемо. Ну вот, в твое поведение. Я тебя не обвиняю, но тебе в таком поведении не хочу. И это ваше право. И все. То есть, никаких ссор быть не должно. Но если он флиртует, то у этого есть причина. Понимаете, это причину выяснить. То есть, говорите, не зачем ты это делаешь, зачем ты флиртуешь, а почему, почему ты флиртуешь? Не для чего, а почему, что там будет виза. Давай об этом поговорим. Кроме того, очень важно, чтобы вы оба сошлись в понимании флирта. То, что для вас флирт, для мужчины, может быть, флиртом не является. И вот это вот разность восприятия, она очень важна. Насколько мужчина, например, прислушивается к вам. Насколько он уважает ваше мнение, ваши взгляды, ваши слова и так далее. И если он этого не делает, то возникает опять же вопрос. А как вы с ним вообще тогда были вместе? Понимаете, как вы с ним вообще сошлись? То есть, у меня есть столько ощущений, что вот то, что вы написали, это такая вот очень, знаете, очень маленькая часть того, что с вами действительно происходит. И для того, чтобы разобрать вашу проблему, нужно, на принципе, проанализировать все. И опять же, зависит тогда от того, хотите ли вы или нет подобного. То есть, если вы хотите сохранить брак, то нужно анализировать и работать. Если вы просто хотите получить ответ на ваш вопрос, то вот он такой. Что касается вины, да, вот ваш вопрос, чтобы потом не винить себя. Вопрос такой. Вопрос я, пожалуй, поставлю так. А за что вы будете или можете себя винить? Что может вызвать у вас это самое чувство вины? Винить себя можно только, если вы сделали себе что-то во вред или если вы взяли ответственность на себя за другого человека и эта ответственность как бы закончилась с каким-то негативным результатом. Так вот, и подумайте, что вы можете сделать так, чтобы не навредить себе и чтобы действовать только в рамках своей ответственности. И тогда не будет абсолютно никакого чувства вины, потому что чувство вины это регулятор общественного воздействия на человека либо внутренний голос другого человека как бы совесть. Но совесть это, опять же, по сути дела, спроецированное мнение общественности в лице, например, родителей или что-то еще. Чтобы себя не винить, нужно соблюдать два условия. Первое, не действовать себе во вред и второе, не брать на себя чужой ответственность. Вот тогда вы винить себя не будете. Если вы четко знаете, что вам нужно, если вы четко знаете, что вам вредит и нужно, чтобы вредило это вам не на уровне вашего мнения о себе, не на уровне вашего самоощущения и психологического состояния, а на уровне, например, расхождения того, что происходит с вашими представлениями о том, какой должна быть семейная жизнь, то вы совершенно вправе эту семейную жизнь завершить, просто потому что вам это не нравится. и вы несчастливы. Но если вы чувствуете, например, что, допустим, вас что-то задевает в том, что вот, как бы, в том, что происходит, то, соответственно, в этом случае нужно сперва проработать то, что вас задевает и почему. И только тогда уже можно будет говорить о принятии решения вами относительно того, что делает Даша. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.